мы пришли тут для тех кто не живет в отеле рейса а дальше тот кто живет в отеле рейс у них там все бесплатно а для нас получается 400 рублей один час стоит вот такая вот беседочка очень удобно будем жить такой пляж сейчас пойдем купаться мы только что покупались вода ледяная я реально замерз я всю дорогу плавала и с мурашками по коже очень а настя отказалась катюша тоже отказалась один час 400 рублей шезлон 250 рублей если хотите мягкую эту штучку накидку 100 рублей и зонт 100 рублей приходит выходит зонт и один шезлонг 400 рублей в принципе как арендовать беседку девчонкам тут очень удобно мы оставили одних очень повезло с номером кстати какая красота если проснулась посмотрела чувак чисел бассейн а очень-очень долго часа три загружаю видео у нас тут очень хороший интернет но не могу сказать что прям супер хороший но у меня вот видео загрузилось на часа за полтора дома у меня такое видео загружается минут за 15 тут за полтора часа но это нормально я готовлю я готовлю обед макарошки с сосисками вот на самом деле очень не сложно не запарно так что сейчас мы быстренько покушаем и на этом купаться да пойдем посмотрим какая там водичка в бассейне сейчас самая жара вот мы съездили на море и ведь у меня плечи уже подгорели я не мазала думаю полежу под шезлонгом кстати хотела бы вам еще показать прикол смотрите питьевая вода то есть из под крана течет питьевая вода ее можно пить и она реально по ощущениям как будто бы из колодца кто ездил деревню да тут меня поймет такая мягкая что ли я не знаю но и нету никакого занятия такого вот вкуса как в городских квартирах нас ждет не дождется кушать как тебе отдыхается расскажи зрителям только скучновато немножко да потому что богатыри она себе нашла подружку они с ней вместе купались да и мы вот только нашла подружку уехала экспресс обед за 15 минут готов вкусно макарошки сосиски я буду сюда купить огурчиков помидорчиков кстати вкусно такой йогурт хотела вам показать фруате фруате еще я купила как всегда мой любимый риет обожаю его разные вкусы тут и в пятерочке он тоже есть маленькая баночка правда съедается очень быстро отправила я своих купаться а я сейчас пойду мыть посуду и не надо аптеки дайте до магазина есть не кое-какие дела вот наш подъезд так скажем не сейчас они должны отсюда выйти короче говоря их просто не вытащить бассейна вообще я конечно не раз подошла намазала 2 подошла намазала там проверила если кепки переживаю но детям на эти особо это не объяснишь я смотрю другие детки все без головных уборов у меня знаете все равно я очень боюсь солнечного удара чтоб не дай бог хотя знаете солнце не могу сказать что прям так жарит ну точнее иногда знаете не ощущается что солнце такое сильное оказывается она сильная да и потом людям плохо что с этим шутить нельзя съездили на море и вы знаете море достаточно прохладное но когда ты там сидишь на этих камушках такой воздух морской голова вообще не работает хочется отдыхать ничего не делать мужик идет весь такой на фуфыренный с букетом цветов кому-то повезет пусть это будет не море да пусть это будет деревня с речкой с любимым это будет озеро какой-нибудь да с пресной водой неважно надо обязательно человек куда-то выезжать и отдыхать душой и телом ни о чем не думать пусть вы будете год копить эти деньги да но вы потом за месяц там за 2 за 3 недели эти деньги потратите вы не будете париться потому что это того стоит люди должны отдыхать люди должны тратить деньги перезагружаться нужно нужно отдыхать организму и голове вот я сейчас лежу я понимаю что мне больше ничего не нужно наши мальчонки были счастливы и пока знаете такая тишина в нашем номере я хочу вам рассказать про цены в этом отеле это отель эмеретинский короче если я и не так называю ударение то простите расскажу сколько стоил этот номер у номер у нас из не то есть получается не самая дешевая категория потому что у нас есть кухня я специально бронировал с кухни потому что она мне нужна была я знала что мы будем готовить и кушать скажу что девчонки меня супер какие-то такие едоки и я непривередлива поэтому я все-таки приняла решение с кухни и вообще не жалею надо обязательно с кухни брать номер если есть такая возможность за 15 дней я дала 80000 по моему это сколько выходит короче там выходе выходит 5 500 в сутки я считаю что это нормальная цена вчера смотрела разные варианты отдыха и в анапе и в анапе за 5 500 ты я бы не сняла бы вот такой номер если честно может быть сняла бы но не там где я хотела в анапе есть два или три отеля куда бы я с удовольствием поехала они на первой береговой линии прям знаете песочек а ты вышел и сразу ты у моря и мне насчитала за две недели на четверых правда с питанием 230 тысяч это дорого все-таки песочек мне нравится песочек есть конечно минус песка что все в песке все грязное да вот это и плюс море может свести ты можешь попасть в грязное море как повезет а в сочи всегда чистое потому что тут камни завтра мы поедем на наш пляж который от америкинки но я почитала отзывы многие жалуются что шезлонгам не хватает камни большие поэтому я особо не надеюсь на то что там будет хороший пляж мы будем ходить чуть дальше вот так что завтра тоже наверно разведку поедем и значит тут есть питание тут есть шведский стол я покупала без шведского стола но ты можешь в любой момент прийти заплатить денежку и сразу попасть и кушать как бы да то есть это вы как хотите можете на месте покупать можете при бронировании я покупала кстати на их официальном сайте не через букинг напрямую потому что там шло ранее бронирование 20 процентов короче выгодно было поводу номера вот сейчас пришла девушка убрала мусор постельное белье чистенько мужчин к номеру еще претензий нет есть конечно знаете как мне мама маляра она конечно мне тут все рассказала про какие-то недочеты и так чисто по ремонту да но я как обычный человек на это не обращаю внимание маму уже как бы профессиональным взглядом знаете уже там ага да тут тут схалтурили тут немножко сэкономили там были конечно накосячили но такие моменты но на отдых это никак не влияет я вообще спокойно к этому отношусь вроде бы все сказала и и мне нравится терраса да большой минус мне кажется что там нет никакой мебели поставили найти как им там пластмассовые хотя бы стулья со столом нету вообще ничего то есть какой смысл такой большой террасы если там даже не посидеть придется наверное иногда в стуле брать с кухни и ставить туда но это неудобно но мне кажется все таки можно было туда поставить какую-то такую мебель мы сегодня ездили на море на машине на микроавтобусе до пляжа роза хутор повторюсь микроавтобус большой по моему mercedes микроавтобусы ездят скандиема буквально пять минут то есть пять минут до моря на специальном бесплатном микроавтобусе повторюсь который ездит каждые 10 15 минут останавливается он тут кстати около пятерочки также нам идти туда две минуты от нашего подъезда две минуты все и ты уже возле пятерочки аптеки остановки бесплатного микроавтобуса и так далее очень доброе утро начинаю новый влог не знаю уже какой по счету мама уже пошла с насти где-то купаются мы с катюшка проснулись на полчасика попозже и кушаем я вот себе хочу сделать в мюсли с молочком брала мюсли вроде почитала написано с орехом и яблоком изюм был не указан но тут есть изюм который я ненавижу я все время выговориваю изюм и самое главное что девчонки меня тоже его не едят я не буду сейчас выкидывать потому что у меня мама доест ничего не могу поделать с собой не люблю изюм не люблю сухофрукты чернослив знаете есть такие конфеты внутри прям такой огромный чернослив тоже мне прям воротит ничего не могу с собой поделать соревнования мама да только что была разминка какая-то у нас аэробика сейчас какие-то соревнования ворота поставили видишь а футбол типа на воде весело открыла абрикосинку а там гусеница помню раньше тоже ходишь по деревне ешь, но обязательно все осмотришь у нас кстати в номере только что была уборка, получается она все поменяла постельное белье, хотя мы заехали получается 4 дня назад, как я поняла раз в 4 дня меняют постельное белье все чистенько также помыла полы, пропылесосила сначала помыла полы, влажную уборочку, поменяла полотенце вчера мы сказали, нам не нужна уборка может быть они и вчера должны были поменять белье, я честно не знаю но если честно, я считаю, что раз в 4 дня это слишком часто менять постельное белье у нас было абсолютно чистое, при том, что мы целый день где-то купаемся, гуляем и ночью только спим все, не знаю, зачем так часто менять постельное белье, я не понимаю я считаю, что раз в неделю вообще вполне достаточно вот, но не важно в общем, сейчас мы собираемся на море сейчас 4 часа и где-то через полчасика мы выйдем часов 5 мы будем на море арендуем, не знаю, может быть шезлонг арендуем может качелю, ну что-нибудь арендуем потому что у нас пляж очень плохой ну я когда я когда бронировала тут номер я знала, что у нас плохой пляж там он вообще не оборудован никак одни камни, нету ни лежаков ну ничего, да конечно, в 50 метрах есть отдельный такой пляж эмеретинский, там песок, шезлонг но это типа не возле моря, да а чуть дальше там тоже бассейны там все прикольно сделано но у самого моря пляжа как такового у эмеретинки нет так, мы вышли на улицу едем на море пойдем на наш бесплатный микроавтобус трансфер, который ходит от прибрежного квартала к сожалению, многие, кто с морского квартала жалуются, что в общем, прибрежный квартал полностью занимается места а к сожалению, оттуда с морского квартала люди не могут уехать автобусы белые и черные вот они нас возят по очереди как мы сели давай, иди я буду снимать, как ты плаваешь так, мы приехали на пляж взяли качельку такую сейчас, по идее, к нам должен подойти человек и взять с нас деньги так как качелька стоит 200 рублей час вот так вот делаются фотки в инстаграм фоточки, фоточки делаем фоточки в общем, рассказываю вам про про маршрутку у микроавтобуса там, короче это, то есть это не маршрутка там есть определенные остановки и вы не можете остановить это, знаете, как в городе ой, мне вот перед зеброй или перед светофором там есть строго остановки первое это прибрежный квартал мы садимся далее мы едем остановимся в морском квартале потом пляж Верединский остановка потом пляж Роза Хутер ну, то есть получается Ренисон остановка и потом уже Олимпийский парк Сочи парк остановка возле Багатыря все вот такая вот у нас бесплатная маршрутка ходит, так скажем единственный минус для тех, кто хочет жить в морском квартале очередь большая и все под отвязку забиваются на прибрежном а люди, которые стоят в морском квартале они не могут сесть потому что маршрутки забиты и многие, кто стоят там на жаре там в морском квартале они, короче, жалуются что не могут залезть и это, конечно, большой минус и многие просят чтобы хотя бы раз в 15 минут одна маршрутка уезжала только с морского квартала ну, не знаю мне кажется им надо еще наладить вот эту систему я согласна им одинаково а услуга пользуется только тех, кто живет в прибрежном так что учтите этот момент мы приехали с пляжа и у меня такое настроение не знаю просто суперское какое-то мама у меня с Настей у бассейна скоро его уже закроют через 5 минут придут домой в инстаграме я, кстати, выложила видео как я-то танцую знаете, я очень люблю когда люди понимают юмор кто может пошутить как-то поприкалываться посмеяться над собой я всегда такой была и меня всегда в компании называли вот, Марина, ты шут гороховый ну, то есть я люблю над собой смеяться кривляться это вообще, это мое я в инстаграме выложила видео так что подписывайтесь смотрите, как я там танцую не знаю, просто настроение почему мне не потанцевать Настен! недовольная Витя выгнали! не вытащить? картина маслом дюйминь вот на что направлен собственно об этом законе дюйминь только на это никаких ограничений здесь не планируется наоборот наоборот этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета нашего суверенности в общем у нас начинается опять ураган как я заметила в Адлере это очень частое явление вот сколько мы тут отдыхаем уже какой-то день дождь, молния просто какое-то ветруганище вот это погодка хотя вроде не обещали гром вот про это я и говорила что тут часто такое явление все из бассейна сразу бы выбегали ну что заканчиваем это видео я готовлю блинчики и что нужно поставить покажи как ты сегодня упала покажи свою бабушку бабушку покажешь свою ой мне даже смотреть больно ну что ну 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 Субтитры подогнал «Симон»